Всем привет! Меня зовут Алиса. Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня я бы хотела обсудить один такой вопрос, который периодически встречается у меня в комментариях, моим влогом. А именно, собираемся ли мы крестить малыша? На этот вопрос я уже как-то отвечала в каком-то из влогов, но, я думаю, далеко не все его заметили, посмотрели этот влог. Поэтому я хочу сделать отдельное видео на эту тему и выложить свои мысли. Хочу заранее сказать, что то, что я сейчас буду рассказывать, это лично мое мнение. Я никого не убеждаю, ничего не пропагандирую и так далее. Потому что я знаю, что тема религии, она такая достаточно скользкая, но и вообще, в принципе, неприлично другим людям что-то навязывать. Каждый сам решает, к какой религии он относится, что он делает, как и почему. Вопросы о крещении нашего будущего малыша возникают очень часто у постоянных читателей, потому что я отношусь к христианству, а мой муж – мусульманин. Из-за этого все спрашивают, как, как, что вы будете делать? Мы этот вопрос обсуждали еще до того, как мы начали планировать ребенка, то есть когда мы познакомились и вообще, в принципе, присматривались друг к другу. И вообще, в тот момент, когда мы только-только начинали отношения, я посвятила достаточно много времени изучению Корана, да, и различных особенностей, что и как происходит в исламе. Потому что для меня было это важно. Я хочу сразу сказать, что мы оба не особо религиозные, но если так по-честному, то есть один-два раза в год мы, может, заглядываем в мечеть, в церковь, каждый в свой домик поклонения Богу. Но у нас нет такого, что мы там сидим, читаем молитвы каждый день или строго соблюдаем какие-то обряды. По большей части наша вера является верой внутри себя, в душе, в то, что есть Бог. Бог, Он один. И есть какие-то основные заповеди, которые необходимо соблюдать. По этой причине никто из нас не стал менять свою религию, когда мы поженились. Я бы, конечно, хотела, чтобы мы обвенчались, но, увы, это невозможно, ввиду того, что нельзя пожениться перед Богом, если мы принадлежим к разным религиям. Поэтому мы заменили этот обряд произношением клятв перед всеми, ну, гостями, вообще, в принципе, перед Богом, перед невесами, для себя, вслух. И это было нашим своеобразным венчанием или никахом, так можно назвать. По отношению к религии у нас следующая точка зрения. Бог един. Мы верим в Него. Что тот Бог, в которого верю я, это тот же самый Бог, в которого верит мой муж. И разница в наших религиях состоит в том, что у нас разные домики для молитв и разные ритуалы. И также разные истории, которые записаны в Библии и в Коране. Потому что мы верим в то, что Бог, Он есть, Он есть внутри нас. Самое главное – это вера в Него. То есть этот факт мы не оспариваем. Но то, как мы должны Ему молиться, это определяется во многом людьми. И, наверное, это не очень правильно, зацикливаться на этом. То есть я хочу сказать, что если я не знаю, допустим, Отче наш, но при этом, если у меня проблемы, и я прошу Бога своими словами, Господи, помоги, пожалуйста, тра-та-та-та-та-та, это не значит, что Бог меня не слышит. Ну не может же быть такого, что он сидит там, ха, она даже не знает, как правильно молиться. Не, ей я помогать не буду. То есть вот такого не должно быть. И церкви, они строятся людьми, мечети тоже. Иконы пишутся людьми. Библия, Коран, все другие священные книги, они, увы, написаны людьми. И, кроме того, они много раз переписаны. Когда раньше не было книгопечатания, оно еще не было изобретено, как вы помните, Гутенбергом. Не могу это не вставить, не забыть мне это из школьного курса. Библия, Коран, другие книги все священные, они переписывались вручную. Очень часто бывало так, что писарь совершал ошибку, эту ошибку переписывал следующий писарь и так далее. Поэтому есть неточности, есть какие-то несоответствия, истории разнятся и так далее. То есть наша позиция такова, что то, к какой религии мы относимся, это формальность. То есть просто мы ходим в разные домики для молитв. А Бог, Он один. И если вы будете сравнивать ислам и христианство, вы поймете, что там очень много похожего, 90%, а различаются только детали. Что носить, что есть, какими словами молиться, в какие даты праздновать праздники. Даже если мы посмотрим на различия католического, католиков и христиан православных, у католиков Рождество 25 декабря, у нас 7 января. И весь вот этот религиозный мир вообще не смущает, что мы празднуем одно и то же. И у нас как бы одна религия, но почему-то кто-то празднует в декабре, а кто-то в январе, потому что один перешел, одна часть церкви перешла на новый календарь, а другая не перешла. То есть это все формальности, которые выдумывают люди. Поэтому, когда родится наш ребенок, мы обязательно ему расскажем про то, какие бывают религии, в чем они заключаются, кто такой Бог, для чего Он нужен, какие есть заповеди. Но мы не будем принуждать нашего ребенка выбрать ислам или христианство. Он выберет это сам, когда подрастет, если захочет. Может быть, он захочет стать атеистом, я не знаю. Это будет его выбор. Наверное, если бы мы были одной религией, мы бы взяли и покрестили, или, как это называется, мусульман. Сделали бы из ребенка мусульманина, но поскольку у нас разные религии, мы хотим предоставить ему выбор. И аргументы типа, если вы не покрестите ребенка, у него же не будет ангела-хранителя, или Бог не будет о нем заботиться. Мы пропускаем мимо ушей, потому что, что это за глупость? То есть, если ты не повесил себе крестик на шею, то все, а тебе Бог не заботится? Чудесный Бог вообще, супер! Очень ответственно подходит к делу. Допустим, кстати, из каких-то признаков религиозных, раньше я носила крестик, сейчас я его не ношу, потому что не подходит к 99% одежды, которую я ношу. Я ношу просто колечко, спаси, сохрани, оно мне нравится. Может, я потом перестану его носить. Самое главное, что веру в Бога я ношу у себя в сердце. А что там на мне нарисовано, надето, это вообще абсолютно не важно. И еще мне бы очень хотелось, чтобы вы подумали вообще, в принципе, если вы сейчас сидите и думаете, как она может так говорить? Да вообще она атеистка, богохульница и так далее. Для чего нам нужен Бог? Задумайтесь. И откуда это вообще все появилось? Раньше, когда не было науки, когда не было физики, химии, математики и так далее, людям надо было объяснять природные явления различные, вообще явления жизни. В связи с этим появлялись религиозные истории, что как, почему, а-ля Бог решил нас наказать, поэтому засуха, урожая не будет. И для того, чтобы контролировать людей, на тот момент, когда еще не было свода законов, Конституции и так далее, были написаны заповеди, в которых есть банальные правила, которые помогают организовывать жизнь. Из серии «Не убивай», «Не воруй», «Почитай своих родителей» и так далее. То есть эти заповеди были придуманы для того, чтобы контролировать людей, чтобы объяснить им, что такое хорошо и что такое плохо. И чтобы человек знал, на что ориентироваться в жизни. Потому что мы все с вами стремимся к свободе. Нам хочется быть максимально свободными, не зависеть ни от чего, иметь много денег, путешествовать. Например, мужчины не все хотят жениться, потому что жена будет ограничивать действие. То есть мы хотим идти в бар тогда, когда мы можем, ну, когда нам хочется, и не хочется слушать, что кто-то нам там что-то запрещает. Но если нам дать абсолютную свободу, мы сразу потеряемся. Потому что человек не может жить в абсолютной свободе. Если вам предоставят полную свободу, делая, что хочу, вы встанете и скажете, а можно такие жизненные ориентиры. Потому что если вас поместить в мир выдуманный, где съесть пирожок – это нехорошо и неплохо, и убить свою маму – это нехорошо и неплохо, то вы просто не будете знать, куда идти дальше, и что делать, и зачем вы существуете. Именно поэтому появилась религия или религии, которые говорят, не убивай свою маму, это плохо. И вы это понимаете, и вы понимаете, как вам нужно двигаться в жизни. Благодаря этим правилам, этим заповедям мы с вами существуем, у нас вырастает нормальный социум. Но сейчас есть государство, есть различные своды законов, есть науки, нам больше не нужна религия для того, чтобы объяснить, почему идет дождь, и можно ли украсть у соседа корову. Вы это знаете без религии, даже если вы будете атеистом, вы будете понимать, что хорошо, что плохо, почему. Религия – это часть культуры, и она была сделана для того, чтобы контролировать людей. Поэтому то, в церковь выходите, или в мечеть, вообще не играет никакой роли. И что на вас надето, юбка до колена, или бикини, или юбка в пол, это не делает вас ни хорошим человеком, ни плохим. Все зависит от вашего поведения. Вот поэтому мы и не собираемся крестить малыша сразу после рождения, а будем давать ему выбор, но мы его максимально проинформируем о Боге, и о всех религиях, о которых мы знаем. Может, он вообще захочет стать буддистом, я не знаю. Главное, чтобы он был хорошим человеком, понимал, что хорошо, а что плохо, и вел себя прилично. Вот. Это все, что я хотела сказать. Жду ваших комментариев. Наверняка будут какие-нибудь истеричные, религиозные комментарии. Такие, сразу скажу, я воспринимать не буду, потому что я не очень люблю сильно религиозных людей, мне они кажутся странными, немного опасными, потому что сильная религиозность в современном мире это уже фанатизм и не совсем нормально. Поэтому, если у вас есть что сказать такого аргументированного, я с удовольствием вас выслушаю, послушаю ваши точки зрения, но комментарии из серии «Сдохни, тварь, ты атеистка!» будут сразу удаляться. Вот. Спасибо вам за просмотр сегодняшнего видео. Подписывайтесь на канал. На канале вы можете найти влоги мои ежедневные, в которых я показываю, как мы живем каждый день, как проходит беременность, какой родится малыш. Это все тоже будет на канале. Очень вас жду в гостях еще. И до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok